доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа перед вами валютная пара евро доллар давайте рассмотрим ситуацию на текущий момент что у нас происходит так с точки зрения опционного анализа у нас валютная пара евро доллар пока что по-прежнему как видим текущая цена находится между границами рынка то есть между максимальными объемами опционов put и опционов call вот они собственно у нас отображены на графике также видим у нас по профилю рынка то есть если мы возьмем фьючерс на валютную пару евро доллар и посмотрим на профиль рынка будем считывать с него данные то увидим что у нас также идет какая-то область такая неопределенности да вот такой вот она смотрите идет флотик и идет то то область покупателя то flat область продавца область покупателя область продавца то есть меняют друг друга нет какой-то определенности то есть идет либо борьба либо набор позиции она скорее пока похоже на такая смена продавцы то покупатели больше похоже на область борьбы и вот выход из этой области будет означать что мы с какой-то большей долей вероятности направимся в какую-либо сторону либо покупки его в продаже теперь давайте рассмотрим такую ситуацию пока что на текущий момент область продаж она более привлекательна во первых у нас произошло смещение нижней границы рынка то есть нижняя граница у нас припала на 100 пунктов тем самым как бы ожидание того что цена пойдет вниз у нас увеличились то есть ожидают что цена пойдет дальше вниз это во первых во вторых у нас идет добавление ожиданий по опционам put это два раза добавили опцион с экспирации 4 сентября и сегодня у нас пришел опцион с экспирации 5 июня как раз возле нижней границы рынка все эти опциончики ожидания у нас прибывают то есть если мы предполагаем что у нас за данными опционами стоят хеджеры которые будут хеджировать свои риски на рынке фьючерсов то они предполагают следующий сценарий что до 5 июня и до 4 сентября соответственно цена приспустится в эти области на этих уровнях они прикупят фьючерс на евро то есть откроют позиции на покупку бай и цена да вот этих чисел до 5 июня до 4 сентября успеет куда-то существенно отскочить тем самым данные хеджеры в этих сделках уже не будут нести никакой риск даже если цена уйдет ниже они не потеряют нисколько а если же цена пойдет в рост то они заработают ровно столько насколько цена ушла в их сторону с ним принесет фьючерс прибыль который будет застрахован опционами сейчас они конечно понесли определенные затраты купив данные опционы данную страховку но эти затраты небольшие по количеству пунктов так как они находятся достаточно далеко от рынка теперь если взглянуть на расстановку фьючерсных контрактов то у нас на уровне 109 85 это цена фьючерса имеется крупный покупатель то есть сильный покупатель это по форекс примерно вот это вот где-то вот здесь то есть это 109 44 примера так вот цена можно более точно посчитать то есть из цены 109 85 вычесть 14 пунктов получаем 109 70 на 109 70 у нас имеется давайте помечу 109 70 у нас имеется сильный покупатель но цена ушла под этот уровень поэтому пока цена не пробьет и закроется день выше данного уровня 109 70 о покупках пока можно забыть идет приоритет продаж давление на рынок но если где-то на падениях мы встретим крупного покупателя и рынок все-таки пойдет вверх то цена может уйти с большей долей вероятности выше чем данный уровень выше чем 109 70 ну и коридор вероятности пока нам показывает что 68 процентов вероятности того что цена у нас останется в этом коридоре один 1053 106 70 но данный коридорчик надо понимать он будет следовать за ценой но и понемногу суживаться то есть данные коридоры 68 процентов вероятности и 95 процентов вероятности показывают нам разброс размах цены амплитуды где может оказаться цена до экспирации текущего опционного контракта у нас закрывается 8 мая и исходя вот из-за этого коридора мы с вами видим что у нас в принципе уровень 5 июня достижим и цена может до вполне до него дойти даже в текущем опционном контракте поэтому вывод на данный момент пока у нас цена находится между границами рынка мы преимущественно пока что смотрим продажи покупки будем смотреть только когда цена то есть день закроется выше 109 70 пока что лучше ориентироваться на продаже далее если у нас цена доходит до нижней границы рынка то у нас появляются хорошие области для поиска покупок это 105 фигура и нижняя граница рынка 10 сколько 48 46 на данный момент здесь можно присматриваться покупкам и ниже идут пограничные уровни за пределами которых у нас больше ничего нет также хорошую область для поиска покупок это 1 0 4 26 1 0 4 12 на текущий момент но форвард поинт каждый меняется за этим нужно следить дальше у нас как видим есть тоже опционы но они находятся настолько далеко что даже в 95 процентный коридор вероятности до них вообще не дотягивают то есть очень большое расстояние до этого коридора больше чем 600 пунктов и вряд ли в текущем контракте мы сможем до этих уровней дойти поэтому пока их не рассматриваем а вот данные уровни можем на них обратить внимание то есть хороший коридорчик хороший область для поиска покупок для продаж пока не рассматриваем для продаж вам нужно сначала преодолеть данный уровень поехали дальше британский фонд по британцу в принципе точно такая же картина идет идет у нас область рейнджа область неопределенности то есть покупатель вот здесь был но не смог выбор цевер и пошла смена область продавца область покупателя область продавца опять на текущий момент это сегодня открыл продажу от этой области продавца посмотрим как она отработается по опционному анализу границы рынка у нас находится сейчас в стандартном варианте 3 торговые сессии назад нижние границы рынка у нас из нестандартного варианта то есть то есть рынок из модели сопротивления из данной модели сопротивление сейчас перестроился в стандартную модель и преимущественно что нам показывать то есть ожидание того что цена пойдет вниз с нижней границы рынка упала вниз у нас возрастает поэтому мы можем ожидать что цена по британскому фунту пойдет у нас вниз но здесь никаких новых опционных уровней у нас нет поэтому свои стратегии можно строить исходя из анализа фьючерсных объемов авторийский доллар здесь не менее интересная картина здесь что у нас было сначала опционного месяца то есть вот у нас начало опционного месяца и модель опционов состояла в том что у нас было нестандартное открытие сразу за пределами то есть рынок открылся за пределами нижней соответственно верхней границы рынка нижней верхней границы рынка у нас была по одной цене то есть по одному стройку эта модель была роста что у нас и состоялось но затем в тот день когда у нас нижней границы рынка упала вниз перестроилась свое нормальное стандартное положение то есть под рынок как видим пробила рынок и ушла вниз тем самым модель ожидания дальнейшего роста у нас несколько ослабла поутухла и открыла ожидание того что цена может у нас припасть вниз несмотря на то что у нас вверху за пределами максим и вот этого максимального скопления опционов кол идут довольно таки частые добавления ожиданий по опционам опционы с экспирации 5 июня 1 2 3 раза усилили 4 раза усилили то есть опционы добавляются ожидания добавляются внизу у нас есть очень далекий опцион как видим с экспирации 4 сентября на него внимание не обращаем похоже картина у нас была в прошлом году я вам покажу в прошлом году у нас появился достаточно далеко от рынка вот была текущая цена рынка и появился более чем 1000 пунктов появились опционы достаточно крупные опционы с экспирации 8 июня то есть январь с экспирации 8 июня опционы полгода на полгода они были я так предполагаю что они были проданы с целью получить за них премию так и были достаточно крупные вливания по 20000 контрактов по 20000 лотов за один опцион он тут несколько раз усиливался раз два раза три-четыре раза по моему усиливался и как видим цена так и закрылась в июне выше данного уровня и те кто продавал данные опциончики получили за него премию за рис то есть получили свою прибыль с этим опционом наверняка дела обстоят точно так же кто-то пользуется такой схемой здесь тоже достаточно крупный объем был вылит и достаточно далеко от рынка также больше чем 1000 пунктов и также например на полгода данный опциончик у нас взят поэтому что сейчас по австралу я ожидаю по австралию у нас имеется уровень сильного покупателя давайте на него взглянем по цене 64 04 то есть это 64 03 с учетом forward point будет разница небольшая вот до тех пор пока цена у нас не преодолеет не закроется день не закроется выше данного уровня о покупках также можно пока подзабыть сейчас в большей степени идет преобладание ожидания падения австралийского доллара и поэтому опять таки пока у нас цена находится торгуется между границами рынка можно использовать стратегии например те же самые по анализу фьючерсных объемов когда цена доходит до границы рынка то у нас область покупок на границе рынка на нижней границе рынка и область продаж вот в этом области это у нас примерно скажем область 67 76 и 66 50 область продаж и область покупок 0 60 где-то да вот он тут больше вниз у нас ничего нет далее рассмотрим канадский доллар по канадскому доллару у нас на долгое время цена торговалась за пределами верхней границы рынка со времен еще прошлого опционного месяца выходила за пределы верхней границы рынка и постепенно снижалась пытаясь уйти вниз но вот здесь ее встретила поддержка как ее называют поджопник виде недельного опциона ведь кто-то очень круто из крупных игроков рассчитал опционный уровень недаром такими вот опционными покупками продажами занимается так сказать элита трейдинга и от этого самого уровня у нас пошла обратная покупочка то есть опцион уровня как я говорю пусть они гораздо меньше по объему чем рынок фичерса но они вот как-то самая ситуация когда хвост управляет собакой что мы видим сейчас сейчас мы видим с вами перестроение верхней границы рынка стандартное положение то есть цена границы рынка пробивает цену и устанавливает такой как уровень сопротивления этого потолок на самом деле это модель ограничения роста то есть мы можем ожидать рост пары вот в эту область один сколько тут 1.4290 да вот 1.4290 1.43 и уже вот из этой области ждать каких-то разворотных паттернов и искать продажи на данный момент коридор вероятности 68 процентов нам показывает что цена теоретически может вырасти до уровня 1.4490 на 1.45 а то есть сорок пятая фигура и сорок третья фигура это область где можно искать продажи выше данного опционного уровня у нас нет никаких опционов поэтому хорошая область для поиска продаж пока рекомендация подождать когда цена дойдет до границы рынка может быть здесь появится какие-то еще дополнительно опционы которые могут дать более точные области для поиска продаж швейцарский франк давайте рассмотрим по нему в принципе он во многом повторяет еврик швейцарский франк у нас уходил за пределы нижней границы рынка ушел и дойдя до скопление опционов как и ожидалось начал здесь раз разворачиваться здесь было достаточно крупное плотное скопление опционов мы видели набор позиций вот на этих уровнях на этих опциончиках ну и здесь также сработало набор позиций на покупочку что ожидать сейчас сейчас мы видим на сцену пытается уйти за пределы этой нижней границы рынка пойти вверх но пока что ее не пускает вот эта вот история все видимости вот эти опциончики да вот здесь оказали роль сопротивления тут сопротивление посмотрим вот если цена проторгует данную область данный уровень сопротивления и превратить его из сопротивления в поддержку тогда будет хороший момент для поиска покупок ну и в принципе если цена у нас припадет в область в эту область покупателя то также будет можно поискать уже вот здесь в этой области поискать также точки для покупок пойдем дальше рассмотрим японскую иену по японской иене пока у нас идет неопределенность два дня неопределенности но и видим что она в принципе у нас ушла в рэндж как и собственно пока что многие валюты ушли в рэндж находится у нас японец между границами рынка поэтому вот здесь у меня помечен уровень поэтому продажу искать можно когда цена закроется то есть день закроется ниже данного уровня здесь у нас сильный покупатель на этом уровне который наверняка будет защищать вот видим свои позиции вот видим пытаясь уйти вниз но вот к чему это привело каким хвостиком закрылся данный день отработался данный день вот область покупателя и вот таким хвостиком от него отбили продавцов поэтому пока что в данную область неопределенность я не торгую дожидаюсь если цена закроется ниже данного уровня то у нас есть предпосылки к дальнейшему снижению до нижней границы рынка принципе здесь расстояние у нас 150 пунктов можно чем поживиться и от границы рынка можно будет искать соответственно уже и покупки если двиня сюда то здесь уже искать продажи но пока что ближайший ориентир это данный уровень данный уровень покупателя здесь он смещается с учетом forward point поэтому можно ориентироваться на уровень третьего порядка на котором опционный уровень третьего порядка на котором как раз и расположился тот самый крупный покупатель сейчас эта цена 106 85 следим за данным уровнем либо здесь покупаем если формируются какие-то разворотные модели либо уже будем искать продажи когда цена закроется ниже данного уровня и желательно чтобы максимальный объем дня также был ниже этого уровня что имеется под максимальный объем дня это на рынке фьючерсов давайте взглянем рынок фьючерсы вот мы видим что у нас торгуется день примеру вот этот возьмем вот этот день нас торгуется и вот у него идет максимальный объем на текущий момент на текущий момент по цене фьючерса 093 10 на торгово на больше всего объема прошло больше всего объема теперь рассмотрим давайте нефть по нефти интересная у нас сложилась ситуация вчера но наверно вы уже знаете вчера на нефть на американской нефти марки vti с поставкой контрактов в мае вчера произошла экспирация или сегодня на происходит цена уходила вниз смотрите максимальная точка минус минус 40 долларов 18 центов за баррель не 40 долларов а минус то есть отрицательное значение почему так произошло но в итоге закрылась на 1 36 1 доллар 36 центов за баррель а вот это сейчас идет зачем пока торгуется вот опять видим минус 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 доллар 90 центов почему ушло в отрицательную сторону потому что предложение катастрофически превышает спрос большой дисбаланс спроса и предложение предложение много спроса мало данную нефть девать некуда а если у кого-то идут пример фьючерсы с реальной поставкой нефти покупателей да у потребителей нефти уже все баки все кастрюльки все чайники залиты уже этой дешевой нефтью то вот этим ребятам товарищам парням и прочим господам данную нефть куда-то нужно девать не будешь они его складировать у себя на заднем дворе поэтому им нужно перед экспирацией срочно избавляться от своих контрактов и они готовы за нее даже сами доплачивать из своего кармана то есть на вот этой истории вчера ну видимо многие понесли убытки погорели ну а кто-то естественно закупался по дешевочке и получил спекуляционном режиме хороший барыш но это майский контракт если мы рассмотрим стандартный контракт квартальный на нефть то что мы здесь увидим во-первых взглянем на опционные уровни и смотрим какая расстановка у нас идет по этим уровням вот прогрузились уровни видим что текущая цена красная линия торгуются возле двадцатого уровня возле двадцати долларов но в принципе вот видим девятнадцать тридцать семь торгуются возле двадцати долларов здесь у нас ранее был большой объем но был он так сказать пограничный за его пределами были объемчики до восемнадцатого уровня до восемнадцати долларов но они были существенно меньше да меньше более чем в два раза и на прошлой неделе не так давно появился страйк на 15 появился опцион на 15 долларов за баррель в принципе есть ожидание и риски того что цена может приспуститься соответственно до 15 долларов за баррель давайте взглянем на расстановку фьючерсов прошлый раз была рекомендация покупать от 20 долларов и ниже так как здесь у нас хотя и проявлялись продавцы но продавцы у нас ослабевали то есть был момент того что правда силы продавцов истекают и идет тормоз рынка то есть максимальные объемы идут внизу тут как бы и продавец нарисовался но большая тень вниз и максимальный объем дня в нижнем хвосте это говорит о тормозе рынка как вот здесь да опять продавец вроде бы у нас идет хвостик внизу максимальный объем дня тоже внизу это идет вернее говорит о тормозе рынка и видим по объемам спад объем то есть продавцы у нас исчезают последовал дальнейшем гэп как раз до тех уровней где я рекомендовал что она цена может вот здесь встретить уровень сильного продавца вот тут как раз мы дошли до уровня сильных продавцов уровень сильного продавца помечу пожирнее 2592 в принципе до него дошли продавец свою область защитил и цена вновь двинулась и вниз поэтому сейчас что можно ожидать сейчас от 20 долларов за баррель я уже не жду покупочек наиболее безопасный вариант будет искать покупки как раз таки на 15 долларов это вот пока что на сегодняшний день самый край рынка где ожидают цену при нынешней волатильности в принципе это не выглядит чем-то диким сейчас эра дешевой нефти наступает вероятно на долгие годы дикий спад производства пандемии по всему миру потребителей мало спроса и предложение много плюс еще и развиваются энергоэффективные системы с каждым годом поэтому настала горы дешевой нефти и на данный момент искать покупки можно от 15 долларов за баррель и ниже соответственно опять-таки можно будет следить где у нас смещается уровень сильного продавца это нужно сместилась на этот уровень сильный продавец поэтому профит на сегодняшний момент на 2277 если покупаем где-то на 15 то профит фиксируем на 2277 теперь давайте перейдем к золотишку что у нас по золоту посмотрим по нему также расстановку опционов расстановочка опционов давайте взглянем на фьючерсный график по золоту что мы тут с вами сейчас увидим так вот прошлые продажи как я рекомендовал открывал продажи сам здесь открывал уже закрылся вчера буквально закрыл так что сейчас сейчас максимальный объем у нас кул это 1700 1700 но у нас находится под рынком вот он здесь принципе данный опцион давайте сейчас смотрю у него есть риск превратиться из бывшего из бывших сопротивления сейчас превратиться в поддержку и цена может направиться первый рубеж 1750 второй 1775 их не так много 1800 у нас ушел 75 вот он и здесь но в принципе цена может до этой до этих областей вновь добраться но пока что на рынке идут продавцы то много ли не давать их проведим вот это у нас сейчас преобладают продавцы давайте подправить уровень сильного покупателя у нас снесли и у нас нарисовался проведи у нас нарисовался сильный продавец вот на этих уровнях то есть вот вот это у нас область продавца о покупках можно будет говорить когда у нас день закроется выше 1722 доллара 10 центов день закроется выше данного уровня и плюс максимальный объем дня также закроется выше данного уровня тогда мы можем говорить о том что данный уровень у нас сломлен и от данного уровня мы можем ожидать что к нему придется на протестировать его превратить из сопротивления превратить в поддержку тогда можно будет искать покупочки до этих уровней пока что больше я рассматриваю продажи и данный уровень может у нас также быть сломлен 1700 тем более там кол опциона если здесь стояли хеджера то есть те кто продавала данных уровень а мы видим что цена таки тормозила на этих уровнях создавала ложные пробои флотовала три дня как флотовала то есть цена была в этих диапазонах три торговой сессии то есть где-то здесь шел вероятно набор позиций на продажу и здесь вот он набирался здесь набирался поэтому вполне вероятно что если мы день закроем ниже данного уровня еще максимальный объем дней будет также за пределами 1700 долларов то мы можем рассчитывать на дальнейшую продажу а дальнейшая продажа куда у нас идет цель это у нас но где вот будет максимальный следующий объемчик пут путов вообще мало тысяча шестьсот семьдесят пять в принципе не так далеко по нынешней волатильности вот здесь данный уровень поэтому пока что следим за 1700 долларами и за 1722 если мы закрываемся с максимальным объемом выше данного уровня и закрытие дня выше то можно посмотреть покупочки если закрываемся ниже 1700 с максимальным объемом также ниже 1700 то смотрим продажи с целями до 1675 долларов такой вот расклад по золоту а на этом пока что все пишите в комментариях с чем вы согласны с чем не согласны свое видение рынка переходите в группу telegram и выкладывается подобная аналитика рынка по мере каких-то важных изменений также вы там можете подписаться на получение данного индикатора по опционным уровням на этом все всем успехов попутного тренда пока